В УТАС сообщил друг семьи поэта Михаил Маргулис. Ранее сообщали, что похороны Евгения Евтушенко состоятся 9 апреля. Также стало известно, что его родственники готовят письмо на имя мэра Москвы с просьбой похоронить поэта на кладбище в Переделкине. Напомню, что Евгений Евтушенко скончался в США. 1 апреля ему было 84 года. Ну а пока это все новости. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Атлантические циклоны принесут в Москву на этой неделе теплую, но дождливую погоду. Предстоящей ночью также будет дождь, переходящий в снег. Порывистый ветер до 15 метров в секунду. В Москве плюс 1, плюс 3. В Подмосковье до плюс 5. Во вторник в столице будет солнечно без осадков. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. При этом атмосферное давление будет намного выше нормы. Но сейчас в российской столице плюс 1 градус пасмурно. Двойной удар на Спорт.ФМ И снова здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Двойной удар на Спорт.ФМ». Продолжаем рассказывать вам о единоборствах. И не только о них, конечно же. Продолжаем это делать мы, как всегда, Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. Добрый вечер, друзья. Наш эфир сегодня не располагает к шуткам, потому как трагическое событие в Питере. Болеем за всех наших друзей. У нас их много. Много ребят из Питера бывали в нашей студии. Это и Миша Мохнаткин, это Денис Гольцов, это, конечно же, дядя Саша Загорский, это, конечно же, Вадим Финкельштейн и... И многие другие. Да, и многие другие наши друзья из Питера. Поэтому сегодня будем крайне-крайне сдержаны. Да, друзья, но сегодня также есть у нас и приятное, радостное событие, о котором также не можем не сказать. Дело в том, что сегодня очередной свой день рождения празднует наш дорогой друг, однополчанин, брат по оружию, корреспондент ТАСС Игорь Лазорин, который также регулярно у нас бывает в студии, дает нам всякие экспертные комментарии, инсайды. Игорь, знюхай, ты красавчик. Да, Игоря поздравляем. И сегодняшний наш эфир должен был произойти достаточно давно. Но несколько раз он откладывался, перекладывался по независимым от нас обстоятельствам. Но, наконец-то, он состоится. И наш гость сегодняшний, наконец-то, в студии. Да, дорогие друзья, с огромным удовольствием представляем нашего дорогого гостя. Итак, это пока бывший боец UFC, а ныне боец Fight Night, Никита Крылов. Здравствуйте. Очень рады видеть. Друзья, с нашим гостем жизненно необходимо общаться. Сделать это можно следующими способами. СМС-портал 5533-словоспорт. В начале сообщения 276-0932-276-1932. Код Москвы 495, позвоните и выскажитесь. Вайбер, ватсап есть 925-4-2-ки-93-2. И, конечно же, группа ВКонтакте, Двойной Удар, Спорт.ФМ. Туда обязательно пишите. Уже есть вопросы. Чуть позже озвучим. Да, чуть позже озвучим. А пока озвучим следующую информацию. Вдвойне приятно. Никита представитель Кёкушина. А я этому направлению отдал не один год. Поэтому Никита... Полтора. Оз. Оз. Да, вот об этом также обязательно поговорим. Но давайте сейчас обсудим дела насущные. Никита Крылов подписал с Fight Nights контракт на два года? На четыре боя. На четыре боя, да? Ну, параллельно на два года. Но там время может колебаться в зависимости от того, как будут проходить бои. Я при этом замечательном событии присутствовал. Это произошло прямо в октагоне, когда Никита Крылов и Камил Гаджиев вот так сели буквально в центре октагона за стол переговоров и так быстро, умело, розчерком подписали тот самый контракт. Никит, а были еще какие-то предложения? Да, естественно. В принципе, мы это все курировали, так как решение уйти из UFC было непосредственно мое, принято с командой. Поэтому мы сразу разбросали новость о том, что я стал свободным агентом по всем известным промоушенам. И откуда-то поступили предложения. Где-то сказали, что на данный момент их дивизион заполнен, как в Беллаторе. Они подписали целую команду Федора, поэтому, соответственно, я им был не очень интересен. Но, в принципе, среди всех предложений самое весомое и для нас интересное было Fight Nights, поэтому с ними я и рад сотрудничать. Никита, а чем был вызван уход из UFC? Вы сказали, что это было именно решение вас и вашей команды. Вот чем оно было вызвано? Ну, подобные мысли давно возникали у меня в голове, так как я практически не дрался на родине и неизвестен широкой публике, как непосредственно боец с нашего постсоветского пространства. И сразу попал за океан, там несколько лет дрался. Так сказать, сделал сейчас хоть какой-то... Заработал бэкграунд, сделал себе имя. И теперь хочу, конечно, выступать на радость нашей публике, и развивать этот спорт у нас на родине. Просто тенденция мы с Романом замечаем обратная. Обычно спортсмены здесь зарабатывают какой-никакой рекорд, а потом пытаются трудоустроиться либо в Беллатории, либо в UFC. А у вас вот как-то обратная ситуация. Вы ехали туда, чтобы трудоустроиться в России. Ну, у меня, наверное, немного другие интересы. И мы, в первую очередь, хотим вершить историю и делать ММА, развивать этот спорт у нас. И давать толчок молодым спортсменам, чем, в принципе, наш коллектив Индастриалс и занимается. Поэтому с моих выступлений на родине толку будет больше, чем за океаном. Да, просто вы еще говорили о том, что когда пришло время подписывать новый контракт, и так получилось, что новый контракт надо было подписывать после поражения от Миши Циркунова, то вы предложили UFC свои условия, которые их не устроили. Ну, естественно, это было как бы ожидаемо, потому что UFC редко идут навстречу бойцам, тем более, если это бойцы, ну, грубо говоря, пусть я был в топ-10, но не из первой пятерки, наверное, не из первой тройки, с которыми уже Данна Вайт непосредственно общается напрямую. Поэтому меня слушать никто не стал. Агенты мои, возможно, недостаточно настойчивые были. Это уже мне неизвестно. Но, как я говорил, это было ожидаемо, и я здорово завысил сумму. В принципе, это был такой ход на расчет для того, чтобы с их стороны последовало предложение о расторжении, так как они сказали, если Никита хочет уйти в ACB, они именно на этом акцентировали внимание, то мы готовы его отпустить. Но я ушел, ушел в Fight Night, все рад этому. А, кстати, вот ACB предлагала? Да, естественно, ну, как бы, в принципе, в финале на чаще весов и остались Fight Night с ACB, и параллельно велись переговоры с руководством этих промоушенов. Но, в принципе, намного весомее для меня Fight Night, ну, по многим причинам. Это также и совет моих старших товарищей, ну, и мое решение. То есть я изначально был более склонен к Fight Night. Сейчас просто идет такая тенденция, наверное, о которой применительно к UFC, если говорить. Кажется, что UFC, ну, не то что избавляются от российских спортсменов, но частенько их увольняют. Причем не за то, что они плохие бои проводят, а из-за того, что они не могут их продавать. Вот как вы считаете? Ну, я считаю, что такая тенденция выработалась у UFC с приходом большого количества выходцев из Дагестана и базовых борцов, скажем так. Ну, ни для кого не секрет, что базовые борцы редко показывают зрелищные выступления, потому что в их интересах завозить соперника. С ударниками вопросов нет, по-моему, и когда все ругаться от души, то никто их выгонять не будет. Ну вот, посмотрите, просто о чем речь. Например, Рашид Магомедов, да, тоже предпочитает биться в стойке, хорошо работает, одерживает победы, ну, кроме последнего поединка. Но вот при всем при этом говорят, что не разговаривает по-английски, не сторонник трэш-токинга, то есть не может сделать шоу из боя. Ну, это то, что нужно западным фанатам. Но, на мой взгляд, если все-таки UFC придет в Россию, они ведь намерены это сделать, и рынок у нас очень большой, и, как бы, количество зрителя превышает многие страны. Поэтому здесь они могут сделать шоу как раз за счет наших бойцов. Что касается западной аудитории, то да, они привыкли к рестлингу, и, естественно, их ребята, которые, ну, а-ля Федора Емельяненко, которые просто бьют и молчат, уже не очень привлекают. Дорогие друзья, Никита Крылов у нас в гостях, и можно задавать ему свои вопросы. 5533, слово «Спорт». В начале сообщения 2760932, 2761932, код «Москвы-495». Вайбер, ватсап есть, 925-4-2-ки-93-2, и группа ВКонтакте, двойной удар, «Спорт.ФМ», туда пишите. У нас пришло сообщение от нашего слушателя «Элмо». Роман и Игорь, добрый вечер. Если можно, я бы хотел попросить поздравить мою маму Галину Сергеевну с днём рождения. Пожелайте ей всего наилучшего. Желаем всего наилучшего Галине Сергеевне. Да, вот, кстати, мы уже говорили про Киокушин, и пришёл вопрос, на который вот прям в тему, да. Здравствуйте, уважаемые ведущие, хорошего эфира, спасибо. Почему в смешанных единоборствах, спрашивают радиослушатели, пожалуйста, подписывайтесь, друзья, в смешанных единоборствах можно редко увидеть красивые удары ногами с разворота, с прыжка или с лёта, и какое отношение нашего гостя, дорогого Никиты Крылова, к таким красивым техническим приёмам. Никит Крылов имеет отношение к карате Киокушину, где есть высокие удары ногами, где есть удары с разворота, и я не согласен с тем, что в смешанных единоборствах таких ударов мало. Кстати, пока Никита не начал отвечать, я после нашего прошлого эфира пообщался с дорогим товарищем Силвой Антонио, и спросил у него, а каким карате занимался он. Я тоже думал, что он занимался Киокушином, потому как в Бразилии это Франческо Филио, Глауба Фейтоза, очень сильные Киокушиновцы, Эвертон Текшейра, который, опять же, выступал в единоборствах. Так вот, я ему говорю, дорогой Силва, какой карате ты изучал? Он говорит... Неужели ВКФ? Сё Токан. Представь себе. Будем знать. Никита? Я тоже не согласен, что в смешанных единоборствах мало ударов ногами. Ну, красивых, там, сложная техника с разворота, там. С падением, как в Юкушине. Ну, с падением ты рискуешь быть накрытым, это же очевидно. И точно такие удары в раз... Ну, там, в сразножке, как в карате называется, Тоби. Всё это сложно делать, потому что ты рискуешь быть встречным проходом, либо же переведён на землю. Но сейчас это всё развивается, и уровень ударников растёт. То есть мы всё больше привыкаем работать с борцами. И я думаю, что в ближайшее время Арсенал так же здорово расширится. И мы увидим ещё больше, если кому-то мало красивых ударов. Вот, кстати, кстати, по поводу ударников и борцов. Раньше было так, да, что борцы пришли, всех забороли, и было очень сложно. Да, Дэн Северн пришёл и всех просто вколотил. Да-да-да. И борцы, в общем-то, доминировали. Но потом вот сейчас, на мой взгляд, идёт такая тенденция, что ударники начинают перехватывать эту самую инициативу. Ну, естественно, так сказать, за свою недолгую карьеру в смешанных единоборствах, всего пять лет я занимаюсь, но я видел, как ударники учатся бороться, но борцов, которые осваивали ударную технику досконально, крайне мало. Ну, то есть мы можем видеть выходцев из борьбы чемпиона в UFC, естественно, человек способен на многое. Кормье. Ну, Кормье, Вудли, их очень много. Хендрикс тот же был чемпионом. Но сейчас ударники просто привыкают к борцам, и техника защиты, она также не стоит на месте, развивается и становится более разнообразнее. И если ты можешь хлёстка бить и при этом защищаться, то ты не будешь тратить так много сил, как борец, который постоянно находится в напряжении, пытается тебя перевести всеми силами, вдавливая в клетку или удерживая на полу. За счёт этого, я думаю, ну и плюс ко всему ударники зрелищные. Никит, это правда. А как удалось самому адаптироваться? Всё-таки Кёкушин такой вид спорта, борьбы нет, ударов руками в голову нет, очень много ограничений. При этом в UFC это максимальная свобода разрешённой техники, свобода действий. Как адаптировались? Очень сложно было адаптироваться. И в первые дни в зале, то есть меня отламывали КМС по боксу, либо же перебивали на руках ребята, вольники. Просто как упорство и труд, да, всё перетрут. Ходил, тренировался. Ну и также борьба в партере мне начала даваться, наверное, из всего аспекта смешанных единоборств, исключая удары ногами, борьба в партере – это первое, что у меня начало получаться. С руками, то есть до сих пор вопрос не решён. Я учусь, развиваюсь, вижу этот рост, но всё же ещё есть куда стремиться. То есть борьба в стойке, ну, я немного освоился и также начал больше стараться защищаться и вставать. То есть всё, что нужно ударнику, это не дать себя перевести. Если тебя перевели, то всё же встать из-под соперника. Поэтому, как бы, учимся всего. Фил вопрос интересный прислал. Задаю, Ром. Давай, давай. Фил пишет. Миша Циркунов сказал, что к титульному бою будет готов бой через 2-3. Как Никита, как его бывший оппонент, видит его перспективы? Никита видит перспективы Миши Циркунова? По-моему, он тоже уволен. Нет, кстати, Мишу вернули. А, вернули, да? Да, это такая акция, наверное, была со стороны UFC. Не знаю. Я вижу у Миши огромный потенциал и перспективы. Но, то есть, если смотреть на его уровень моими глазами. Потому что мне, как бы, 25 лет, и я гораздо моложе всех ребят, которые находились в родстере UFC. И поэтому, поработав с Мишей, я почувствовал его мощь и навыки, спокойствие. Ну, он зрелый боец уже. То есть, я не очень понимаю, куда он может еще развиваться. Но, если у него это получится. Также я знаю, что он один тренируется практически без тренера. Там сам ищет себя спарринг-партнеров. Мне там нашептали ребята из Канады. Это непросто. Общие знакомые. Да, довольно непросто. Но он сам парень непростой. Поэтому перспективы есть. Ну, они вот буквально в ближайшие 2-3 года, я думаю, если он их не осуществит, то он будет, ну, как бы, здорово закрепиться в середине топ-10. И будет там держаться. Да, Алексей Жданов прислал вопрос. Кстати, вот об этом немножко не поговорили, да? Возвращаясь к турниру Fight Nights, первый бой будет с Фабио Мальдонадо. Не точно еще. А, еще не точно пока. Нет, еще не точно. Ага. То есть, и непонятно, потому что вот человек интересуется, Алексей Жданов, в каком весе будет проходить поединок? Ну, я подписал контракт как полутяжеловес, и выступление в супертяжелой категории я не вижу смысла, потому что, как бы, вешу совсем мало для этой категории. А о том, с кем будет проходить бой, я надеюсь сам узнать в ближайшее время. И вот буквально уже 5-го числа в Атриуме будет презентация движения нашей команды Индастриалс. И там будет Камил Годжиев. Я лично у него поинтересуюсь, с кем же я буду драться, если он сам не расскажет нам это все на презентации. Вопросы сыпятся. Давай-давай. Сыпятся вопросы. Вопрос от нашего постоянного слушателя Дениса Масляшова. Доброго всем вечера. Очень интересно мнение Никиты о ушедшем и победившем Федора Дэне Хендерсоне. И мнение об этом бое в целом. Обманный удар, конечно, он исполнил очень красиво. И как вам его техника? Спасибо, друзья. Пишет Денис Масляшов. Интересный вопрос. И Дэн Хендерсон мне очень интересен как боец. Приходилось драться с ним на одном турнире и наблюдать в целом, как он ведет себя. То есть, ну, это такой дедушка-камень, знаете, старожила этого спорта, который, когда заходит, неважно, в комнату, где собираются бойцы, ведет себя как, не знаю, возможно, как дед в армии. Или как староста класса просто может пинками отгонять от стульев молодежи. Под затыльник дать? Да, да. Ничего себе. Вы, говорит, разойдитесь там. В целом, по поводу боя с Федором, естественно, есть такой момент, что, кажется, мы где-то чуть рано остановили, потому что все мы знаем Федора и его умение восстанавливаться после тяжелых сотрясений. Но бой есть бой, то есть, не все зависит от нас. Поэтому, что могу сказать, Хендерсон великий боец, по праву великий. Техника его уникальна, потому что вот такой деревянный каменный человек со своими закидухами. Справа особенно. Да, выходец из классической борьбы, то есть, многим классикам есть не о чем поучиться, потому что даже стойка у него за все годы не изменилась. То есть, он как был, как будто из греко-римской борьбы вышел, так и остался. Ему уже сколько там, под 50 лет, да, по-моему? 46. 46, да. Вот это удивительно, это же просто феномен настоящий. Вот, Никит, вы не собираетесь до этого возраста махать руками? Да нет, мне бы до 26 домахать сначала, потом уже думать 46. Поэтому и настолько далеко я не заглядываю. Но он получал удовольствие от того, что он делал, и я ему могу только восхищаться. Так, смотрим еще вопросы. Вопрос от товарища, который подписался каким-то набором букс, честно, не могу воспроизвести. Вопрос звучит так. Как оцениваете шансы Жоржа Сен-Пьера в титульном бою? Никита, как оцениваем шансы? С биспингом? Не знаю, как бы я начал заниматься смешанными единоборствами, и, по-моему, примерно в тот момент Джорж Сен-Пьер сложил свои полномочия. И я не очень застал, мы как бы пересматривали бои вкратце после, но так с ним особо не знаком. Биспинг тяжелее, поэтому и всегда может ударить, но Сен-Пьер очень грамотный, и его бойцовский интеллект гораздо выше, чем у драча на биспинга, поэтому, наверное, все-таки 70 на 30 в пользу Сен-Пьера. Никита, смотрите, он так долго простаивал, там лет 5 его не было, и тут он вот такой появился, нарисовался, легендарный, да, вне всяких сомнений, и ему сразу дает титульный бой. Вам не кажется это странным? Да нет, в последнее время уже, наверное, глупо удивляться чему-либо происходящему со стороны UFC, поэтому это вполне нормально, то, что они пытаются, продав с организацией, сейчас в эти годы сорвать как можно больше денег заработать и привлечь зрителя, ну, как бы отбить вложения, да. Они здорово сократили штат, то есть обслуживающие чемпионаты, здорово сократили штат бойцов, и сейчас пытаются выехать непосредственно за счет, может быть, десятка имен. Не знаю, что у них из этого получится, но удивляться этому не стоит. 276-0932, 276-1932, код Москвы, 495, Алексей из Нижнего Новгорода, здравствуйте вам. Добрый вечер, добрый вечер, Роман, добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Никита, вопросов много, очень много вопросов, первый касается UFC, кого Никита Крылов считает самым уникальным и самым одаренным из бойцов UFC, может быть, в кем-нибудь он тренировался или там где-то спарринговался. И вопрос касательно бойцов получужей России, которые еще не выступали в UFC, кого Никита считает наиболее интересным, наиболее перспективным, и с кем бы ему хотелось встретиться за пределами Fight Night, то есть с теми бойцами, кто сейчас не подписан промоушен Камилу Гаджиева, но выступает в весе до 93-х килограммов. Всем спасибо, всем удачи. Спасибо. Спасибо за вопрос, добрый вечер. Ну, начнем с того, что ни с кем из бойцов UFC мне потренироваться так и не пришлось за все эти годы. Если говорить о самом одаренном бойце, то, наверное, это все-таки Джон Джонс, который на протяжении многих лет держал чемпионский титул, и придя к чемпионству в очень молодом возрасте, поэтому его можно назвать очень талантливым, но и, само собой, очень трудолюбивым спортсменом, раз он достиг таких высот. Что же касается русского дивизиона полутяжей российского, то очень много бойцов, на самом деле, которые уже, я думаю, ну, как бы уже состоявшиеся, уже смело могут двигаться за океан, если у них есть такое желание. Тот же Миша Мохнаткин, пусть и выступает в тяжелом весе, ну, как бы, он намного больше меня весит. Я буквально на турнире Fight Night с ним встречался, он говорит, сейчас 103-104 килограмма, то есть для него труда не составит согнать 93 и навести шорох, что у него точно получится. Также есть парень, от имени которого мне не так давно бросали вызов, Магомед Анкалаев, чемпион России, многократный мира по ММА, то есть огромный опыт, и также, я думаю, что он может здорово показать себя за океаном. Ну, и бойцы, то есть есть и Немков, и, в принципе, очень много бойцов. Да, ну, не будем сейчас их перечислять. Всех перечислять не будем, будем считать, что ответили на вопросы. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, боец Никита Крылов у нас в гостях, и задавайте ему свои вопросы. СМС-портал 5533, слово «Спорт» в начале сообщения, а еще лучше позвоните и выскажитесь. 276-0932, 276-1932. Кот Москвы, 495, Вайбер, Ватсап, доступный, 925-4-2-ки, 93-2, и группа ВКонтакте, двойной удар. Спорт.ФМ туда обязательно пишите, продолжим после паузы. Спортивные легенды на Спорт.ФМ. Владислав Третьяк, пожалуй, самый знаменитый вратарь в истории хоккея. И это несмотря на то, что впервые взял клюшку он только в 11 лет, а в ворота встал и того позже. Зато потом прогресс пошел стремительно. В 15 Владислав вошел в команду мастеров ЦСКА, в 16 дебютировал в высшей лиге, в 17 он попал в первую сборную, а в 18 стал чемпионом мира. К 20 ему покорилось олимпийское золото. Жизнь Третьяка стала однообразной. Случаи, когда его команда не выигрывала какой-то турнир, были огромной редкостью. Так вышло, что в важнейшем матче зимних игр 1980 года советская команда неожиданно уступила американцам и не смогла взять золото. Впрочем, на следующий год вратарь помог сборной одержать победу на Кубке Канады. Третьяк завершил карьеру в 32, вскоре после того, как стал олимпийским чемпионом в третий раз. Город. Город. Герой. Один город, один чемпион. На Спорт.ФМ. Город. Смоленск. Герой. Игорь Куриной. Самбо. Многократный чемпион мира и Европы. Здравствуйте, я Игорь Куриной. Хочу рассказать о городе, в котором прошло мое детство и лучшие годы жизни. Это Смоленск. Прекрасный старинный русский город, который всегда был в центре исторических событий, начиная от древних времен и заканчивая Великой Отечественной войной. Всегда смоленские битвы были самые главные битвы и сражениями с Гитлером, и с Наполеоном. Город, который просто достойный того, чтобы его один раз увидеть и пройтись по нему, не торопясь любому мыслящему человеку. Смоленск и Игорь Куриной. Город-герой. Каждый день на Спорт.ФМ. Падают все. Только кто-то встает быстрее, а кто-то продолжает валяться и ныть. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе – Майк Тайсон. Двойной удар на Спорт. Никита Крылов у нас в гостях. Вопросы про питание, про сборную. И про Бадра Харри из-за обиды Самета. Да. Кстати, если кто забыл, Бадра Харри сейчас отбывает срок. Опять? Да, но ему сказали, братец, надо досидеть. Оставшиеся семь месяцев ничего не попишешь. Продолжаем, Никит. По поводу кикбоксеров. По поводу К-1, да, безусловно, я следил. И начал следить за К-1 раньше, чем за смешанными единоборствами. Проводить с кем-то бои я не думал. Но, естественно, было бы интересно поработать с Рикки Верховеном, да, чемпионом Глори. Который, я так понимаю, у них все-таки состоится повторный бой с Бадр Харри. Он ведь получил травму. И, ну, вот с этими ребятами, возможно, можно было бы поработать. Но оценивать свои силы в бою против них, там, только в стойке, я пока не берусь. Так, по поводу еды. Да, да, да. Специальное питание или просто хорошая домашняя еда? Ну, меня очень вкусно готовит жена. И, то есть, ну, вообще я все практически ем. Поэтому какой-то определенной диеты не придерживаюсь. И со сгонкой веса у меня проблем не бывает. Поэтому я даже на сгонки позволяю себе больше, чем обычные спортсмены. Поэтому нет диеты, нет. Ну, по поводу российского футбола, Никита, следите за российским футболом. Да, Никита, просто я видел, я смотрел Инстаграм, были на матче Спартака, по-моему, да? Да, я ходил на матч, но это было так, просто с друзьями пошел. Разовая акция. Мне интересно посмотреть футбол на стадионе, но я не слежу за ним и ничего практически не знаю. Тогда следующее сообщение. Давай. Читаю следующее сообщение. Алексей Курочкин. Так, этот вопрос уже был. Следит ли за БМК Иван? Это на это мы отвечали уже. Илья Антипев. Вопрос, Никите, как дела обстояли в учебе и на какие оценки учился в школе? Классно все было. В школе я учился в двух школах до девятого класса у себя в поселке. И в соседнее село ездил 10-11 класс. И первый и второй эти статы у меня без троек, если по пятибалльной системе. У нас там была 11-ти балльная. Ну, то есть, хорошист там закончил. Ну, у нас были маленькие классы и тесные отношения с преподавателем. То есть, достаточно было быть законопослушным гражданином, скажем так, в школе. И все, в принципе, давалось. Поэтому сложности с учебой у меня не было. Я даже на Олимпиаде ездил в 10-м классе по геометрии и алгебре на областную, между прочим. И как успехи? Ну, то есть, я районную выиграл, а на областной проспался. А по каким правилам была? Кёкушин или К1 были правила на Олимпиаде? По геометрии. По геометрии. По геометрии. Да. Друзья, Никита Крылов у нас в гостях. Продолжайте задавать ему свои вопросы. И пришел вопрос, который я также хотел задать. В эти выходные будет повторный поединок Рамбл против Кормье. Вот здесь что скажете? Очень крутой бой. Очень хочу сам посмотреть. Кто кого? Интересно. Хочется, чтобы Рамбл выиграл. Почему-то мне хочется. И я верю, что он сможет это сделать. Но поставить на него не готов, потому что это два крутейших бойца. И очень яркие зрелища предстоит нам увидеть. В Комэйн-Ивенте будет поединок Гегард Мусаси против Криса Вайтмана. Вот тоже, мне кажется, любопытно. Интересно. Сможет ли Вайтман восстановиться после двух поражений досрочных, после двух нокаутов, а Мусаси на подъеме. Поэтому, я думаю, он сможет сделать апсет. Да, мне тоже так кажется. Сразу два наших слушателя прислали вопрос об отношении к женским боям. Как Никита относится к женским боям? Ну, в последнее время это уже не является чем-то запредельным. Поэтому, возможно, первое время действительно, и я относился к этому скептически. Но, глядя на нынешние бои, то есть, тот уровень, который показывают женщины в октагоне, многим мужчинам, бойцам можно у них поучиться. Поэтому с уважением уже, наверное. Просто тоже, когда смотрел Инстаграм, насколько понимаю, или дружите, или болеете за Анастасию Денькову? Настя Денькова в нашей команде, пока что, наверное, «Индастриалс». И, соответственно, мы общаемся и дружим, переживаем друг за друга, поддерживаем в боях. Поэтому, да. Вот она скоро будет проводить поединок с Гречанкой, у которой примерно такой же рекорд. У Анастасии пока поражений нет в ММА, у Гречанки один проигрыш есть. Вот на ваш взгляд, Анастасия Денькова прогрессирует как боец, вот так объективно? Потому что все прекрасно помнят, какие были недостатки у нее и какие преимущества. А мы с Романом несколько раз говорили, во всяком случае, я говорил от своих слов, не отказывая, что Настя не прогрессирует. Настя имеет жесткий бойцовский характер. Это правда, не спорим. Это то, что у нее есть, то, что не отнять. Насколько она прогрессирует, я, к сожалению, оценить не могу, так как она все свое время проводит в Таиланде, насколько мне известно, и тренируется там. Поэтому мы можем оценить это только в следующем бою. Но в предыдущем бою я, как и во всех остальных, увидел только стремление к победе. И характер. И характер, да. Вопрос от Алексея Курочкина, который никак не успокоится, несмотря на то, что и в эфир прорвался, и вопрос мы его озвучили, тем не менее. Отношение к профессиональному боксу Алексея Курочкина очень интересуется. Отношение Никиты к профессиональному боксу. И следите ли? Да, следите ли. Нет, не слежу. Ну, как бы так, чтобы прям досконально. Боксеров не знаю. Ну, Мэйвезер с Макгрегором. Мэйвезер и Кличков, братья. Как бы, это единственные персонажи, которые у меня есть из боксерского мира, скажем так. Поэтому ничего сказать не могу о боксе. То есть Бриедис, Хук не смотрели, да? Вот был недавно. Нет. Кто это, да? Еще вопрос. Вопрос от Фила. Фил, кстати, живет в Америке. Мы все время это подчеркиваем. Не надо завидовать, Игорь Олегович. Мы не завидуем. Мы все время подчеркиваем, что нашу программу слушают даже в Америке. Так вот, Фил задает следующий вопрос. Когда Густавсон проиграл Филу Дэвису, он стал с ним тренироваться. Когда Манува проиграл Густавсону, то тоже стал с ним тренироваться. Никита хотел бы потренироваться с Мишей. С Иркуновым, в смысле? Да. Да, безусловно, хотел бы, но не учиться у него чего-то, а просто приехать. Как бы по бою с Мишей у меня к себе, в первую очередь, огромная куча вопросов. И я не могу сказать, что он классом выше боец, чем я. Просто сработала заготовка, не сработала моя голова, то есть я абсолютно забылся там и непонятно, что творил. Ну, в принципе, это уже прошедшее дело. Поэтому, безусловно, потренироваться – да, но не так, как Манува учится у Густавсона, либо же как Густавсону Дэвиса. Комментарий пришел. Никита, у вас 26 боев за плечами, ни разу дело не доходило до решения. Это феноменальный результат, не подписавшийся наш слушатель. Здорово, спасибо. Ну, это в первую очередь, наверное, потому что я все же отношусь к боям как к драке. И первое, что нужно, это финишировать соперника. Ну, и постоянно это было на рефлекторном уровне. Сейчас же я пытаюсь развиваться как боец и развивать свой интеллект. И поэтому думаю, что мои бои будут в дальнейшем длиться дольше. Я буду стараться реализовать план на бой. Но до решения доводить так не собираюсь. Кстати, вот по поводу потенциальных поединков. Тоже посмотрел Инстаграм, там была афиша. Вы с Астасом Молодцовым должны были встретиться? Нет, мы с Астасом Молодцовым хорошие друзья и товарищи по команде. И то, что было на афише, это, наверное, какая-то акция, возможно, от наших совместных спонсоров. А, вот оно что. Интересный вопрос на СМС-портал пришел. Борцы, даже если не изучают ударку досконально, могут быть сокрушительными нокаутерами. Например, Ромейро, Хендерсон, Федор. А кто из ударников преуспел в борьбе? Воспросительный знак задает вопрос Тим. Ну, посмотрите на количество моих побед удушающими и болевыми и задайте вопрос снова. В UFC, кстати, между прочим. И в UFC тоже. И при этом, если я не ошибаюсь, человек пять у меня было с черными поясами по джиу-джитсу. При том, что у меня вообще нет никакого пояса. Да? Вот так. Дэнни написал, вашу программу слушают даже на Мадагаскаре. Спасибо, ребята. Да, это прекрасно. Почему нас нет на Мадагаскаре? В каком смысле? А, то, что мы не едем еще? Да, почему мы еще не едем на Мадагаскаре? Все впереди. Отведем программу и сразу же поедем. Друзья, продолжайте задавать свои вопросы. Никита Крылов у нас в гостях. СМС-портал 5533, слово «Спорт» в начале сообщения. Позвоните и выскажитесь. 276-0932, 276-1932. Квад Москвы, 495. Вайбер, ватсап доступно, 925-42-93-2. И группа ВКонтакте, «Двойной удар», «Спорт.ФМ». Туда обязательно пишите. Вопросы пришли. Давай. Задаю. У меня есть тоже. Хорошо. Дима Квасков. Самый интересный соперник для Никиты, независимо от лиги. И сразу же второй девушка Маши задает вопрос. А мне интересно, что значит татуировка у Никиты на груди? Что касается самых интересных соперников, я не могу ответить на этот вопрос. Потому что, в первую очередь, наверное, самый интересный соперник для меня – это я сам. И борьба с собой, и развитие, и работа над собой. Поэтому я рад каждому бою, каждому сопернику. Главное, чтобы я двигался вперед. А по поводу татуировки? По поводу татуировки – это лобарум на щите, прикрывающий сердце. Вот так, глубоко. Да. Так, у нас сейчас будет еще одна небольшая пауза. Вот она. Реклама. В игре все решает счет. Олимпиада 72-го года, финал баскетбольного турнира СССР США. Три секунды, а мы уступаем одну очко. Но наш центровой успевает забросить мяч и выводит команду вперед. Финальный счет 51-50 в пользу сборной СССР. Какой бы ни был счет, букмекер Винлайн заплатит. Без вариантов. Ставки принимаются ежедневно. Информация об организаторе, правилах розыгрыша и выигрышах по телефону. 8-495-668-0777-18+. Да, друзья, вас, как ни странно, не обманули. Это действительно двойной удар на Спорт.ФМ. Мы по-прежнему здесь, в прямом эфире. Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. И боец Никита Крылов у нас в гостях. Да, друзья, задаем вопросы Никите. Пишем нам СМС-сообщение. Присылаем, задаем вопросы через WhatsApp, Viber. Звоним по телефону, мы ответим. И Никита тоже ответит. Да, Никита, вот недавно Сергей Харитонов проводил свой поединок против Чейза Горбли. Смотрели? Совсем на днях. Да, да, да. Он выиграл недавно нокаутом. Да, причем выиграл так очень уверенно. Перебил сначала, а потом запустил правой прямой. И затем нокаутировал правым снизу. Вот поражение его от Джейви Аяло, которое многими было воспринято как что-то там такое страшное за 16 секунд. Вот на ваш взгляд Сергей Харитонов способен добраться до титула в Беллаторе? На мой взгляд способен. Да, просто там же еще есть Федор Емельяненко, который там же выступает. Наверное вернется Виталий Минаков туда же. Я не думаю, что у Федора какие-то чемпионские амбиции по поводу Беллатора скорее он будет просто проводить супер бои. Хотя не знаю, если его заинтересует пояс. А так у Харитонова есть все шансы. Он отлично состоявшийся уже боец. При этом у тяжа в таком возрасте вполне логичен рассвет. Посмотрим на Сергея. Да, действительно, потому что после вот этого самого поражения Джейви Аяло многие так скептически стали оценивать перспективы Сергея Харитонова. Но вот он вышел и все всем доказал. Но я думаю, что даже не скептически, Ром. Мы говорили много раз, что это была такая какая-то несобранность, случайность. Сергей Харитонов как-то еще в бой не вошел, не настроился, расслабленно вышел. Он недооценил правую руку мужчины, который долгое время метал диски этой правой рукой. Да, это во-первых, и по сути это было одно и его единственное оружие. И многие назвали это лаки панчем. Никита, вы вообще верите в это понятие, как лаки панч? Или все случайности не случайны? Естественно, я считаю, невозможно понять, было это случайно или не случайно, когда это уже случилось. Поэтому, естественно, он не первый раз ударил этот удар, но Сергей пропустил. Второй. Я считал, в этом бою это был второй удар. Первый раз он его просто выбросил, второй раз бросил и точно попал. Это был второй удар за бой. Естественно. Поэтому понятие, как лаки панч, по-моему, оно вообще к единоборствам не очень подходит. Ну и, наверное, к жизни тоже. Вот не соглашусь, дискуссионный очень вопрос, потому что в спорте, в том числе и в единоборствах, без везения никуда ты не денешься. Есть товарищи везучие, которые вот бросил, попал, нокаут. А есть, вот он бьет, 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 и вот все ни в какую. Вроде как бы и попадает, а тот не ложится и не ложится, и все. И ничего ты не сделаешь здесь. Без везения, к сожалению, и в единоборствах тоже никуда не денешься. Это мое мнение. Да, пришел вопрос, который обращает нас к событиям давно минувшим, но относительно давно, да, поединок Федора Емельяненко и Фабио Мальдонадо. Вот здесь, как думаете, кто выиграл? Потому что у нас споры не утихают до сих пор. Каждую программу народ спорит и ссорится. Да, и вот тот же Сергей Харитонов сказал, что победил бразилец. Антонио Сильва, который сидел на вашем месте, тоже сказал, что, ну, естественно, Фабио Мальдонадо. Естественно, я думаю, что победа Мальдонадо вряд ли, возможно, ничья. Ничья, да, и вот здесь я тоже категорически согласен. Ничья – это тот компромиссный вариант, который устраивает абсолютно всех. Мы сегодня уже вспоминали бой Федора с тем же Дэном Хендерсоном. Вот ровно точно такая же ситуация, когда Федор на секунду отключается, Дэн Хендерсон выигрывает. Здесь Федор на секунду отключается, но Федор Мальдонадо не выигрывает, Федор не проигрывает, а потом еще и победа. Поэтому все субъективно. Да, Никит, расскажите, пожалуйста, про ваш тренировочный процесс. Где, с кем тренируетесь? Ну, когда я нахожусь в межсезонье, здесь в Москве живу и тренируюсь, соответственно, тоже. Сейчас это зал GMG на Белорусской и клуб РОД на Павелецком, на станции метро Павелецкая. Ну, как бы все это… Александр Сидорин. Александр Сидорин. Большой привет ему. Он мой главный тренер нашей команды «Индастриалс» и мой тренер, в первую очередь, и хороший друг. Поэтому все и зависит от него. Поэтому я езжу в рот не потому, что мне хочется, да, или в джем, потому что он там есть. Просто видел также, по-моему, тоже в Инстаграме фотографию, где вам держат лапы Сергей Хандошко, и он в капе. И подпись такая, что Хандошко не просто так в капе, потому что периодически по лапам промахиваются. Да, бывали случаи? Бывает же всякое. Всякое бывает. От Фила пришло сообщение. Президент ACB сказал, что UFC – это мыльный пузырь, и, дескать, мы ни в чем, в смысле промоушен ACB не вступает к UFC. Согласен ли, Никита, с такой постановкой вопроса? Потому как Филу кажется, что без UFC не было бы ни Fight Nights, ни других промоушенов. Ну, возможно, если бы не было UFC, было бы что-то другое. Но здесь вопрос не в том, а в том, переоценена ли лига ACB. Или лига UFC, насколько она переоценена. Лига UFC, да. Но тех результатов, которые добились UFC, пока что ни один из промоушенов… Даже не приблизился. Даже не приблизился, поэтому вопрос, конечно, не очень актуален. Еще один вопрос от Алексея Курочкина. Как Никита может прокомментировать схватку Джексон-Кинг-Мо и какие перспективы у Лема МакГири? Джексон-Кинг-Мо. А, я понял. Рэмпадж, да? Да. Это второй поединок, я даже не помню. Напомню, как он закончился? По-моему, Джексон победил, насколько я знаю. Бой закончился по очкам. По-моему, нет. Джексон, наверное, победил в первом, а во втором Кинг-Мо, если я не ошибаюсь. Да, но… Не очень помню. И бой у них получился первый довольно скучный, на мой взгляд. И, ну, Рэмпадж, наверное, уже не тот. То есть, все-таки он брал за счет своей мощи взрыва раньше. А Кинг-Мо все так же продолжает прыгать и дистанционно работать. В принципе, у него это неплохо получается. Да, Кинг-Мо победил, реально. Вот. По очкам. Ну, поэтому, как по мне, не самый зрелищный бой. А по поводу Мак Ги, да? Бывший чемпион Беллатура. Мак Гири, да. Бывший чемпион Беллатура. Очень мало я его боев смотрел. И, в принципе, только один, где он отдал титул Филу Дэвису. Ну, Дэвис такой мерзкий боец, что с ним очень сложно совладать. Там, если не хочешь под него встать, то будете лежать вы все пять раундов. Что, в принципе, произошло. Но я думаю, шансы у него неплохие, у него отличная антропометрия, он высокий, с длинными руками. Но нужно развиваться. Никит, отвлекаясь немного от темы боев, потому что времени осталось мало, видел фотографию, где ведро полной рыбы. Увлекаетесь рыбалкой? Ну, только когда домой приезжаю с друзьями, естественно, почему не съездить на ставок, на котором был в детстве, там, когда-то ловил. Да, ностальгия. Вопрос, кстати, тоже не о боях. Дэн задает вопрос отношения к собачьим боям. Почему-то Дениса интересует именно отношение к собачьим боям. Ну, это, наверное, очень жестко, потому что там, я так понимаю, много смертей. Сам никогда не наблюдал, то есть даже правил приблизительно не знают, там, этих боев. Но так понимаю, что они рвут друг другу плоть зубами, когтями, поэтому животные не должны страдать. Вот Денис пишет, что он тоже категорически против. И еще одно сообщение, извините за офф-топ, но это важно. НХЛовцы не примут участие в Олимпийских играх 2018 года. Ну, откуда такая информация, интересно? Да, дорогой друг, откуда такая информация? Поясните, пожалуйста, и какое отношение это имеет к нам? От Гамзата пришло ваше отношение к тому, что Хабиб не смог сделать вес и попал в итоге на больничную койку. Это не профессионализм или просто несчастный случай? Не знаю. Учитывая появление тирамису. Ну, как бы, да, очень остро стал вопрос тирамису. Я знаю, что Хабиб довольно много гоняет, и это, наверное, стоило ожидать, потому что такие стрессы для организма никогда не заканчиваются хорошо. Я наблюдаю за своими друзьями, которые гоняют порядка 15-17 килограмм, ужасаюсь просто. И, ну, как бы, в комнату не входить, когда они лежат там уже последние сутки перед сгонкой. Организм, естественно, от таких стрессов восстанавливаться не может, и рано или поздно где-то что-то и вылезет. Поэтому я думаю, что это довольно закономерно, ожидаемо. Может быть, каким-то образом повлиять законодательно на это, чтобы бойцы так себя не истощали? Да, как предложил в свое время руководитель промоушена ACB, давать возможность бойцам драться приблизительно в том весе, в котором он находится и в жизни. Ну, для этого нужно, как бы, ввести определенный паспорт, я думаю, где будет указан постоянный вес спортсмена и насколько он меняется. Ну, и да, и не разрешать ему, там, гонять больше 5 килограмм или 7, я думаю. А если, например, проводить вешалку в день боя? Ну, либо же так. Ну, как в любителях, допустим, в том же тайском боксе ты взвешиваешься каждый день. Ты пришел, заявился, подал документы, взвесился. И вот сколько идет турнир, допустим, турнир идет 3 дня, ты все 3 дня взвешиваешься и показываешь свой вес. Ну, да. Компания Fight Nights, одна из первых, решила ввести допинг-контроль. Вот на ваш взгляд, насколько это приживется у нас в стране и пойдет ли это дальше куда-то? Ну, они только решили, поэтому насколько далеко это все зайдет, не ясно. А то, что приживется или нет, если намерения серьезные, то у бойцов выхода не будет. Ну, у меня несколько раз брали в Москве допинг-пробы, и все это проходит довольно-таки серьезно. Если же Fight Nights будут обращаться в нужные органы, чтобы это проводили. Компетентные люди, то все будет довольно-таки строго, я думаю. Совсем мало времени остается, а Никит, у вас есть сын, да, насколько я вот тоже видел? Добрыня зовут, да? Добрыня. Добрыня Никитич, как поживает, как чувствует себя? Отлично. Вот буквально 15-го числа этого месяца уже год исполняется нам. Замечательно. Планируем поехать на родину и там встретиться со всеми родными. Никит, огромное спасибо, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был боец Никита Крылов. Желаем, конечно же, побед, здоровья, удачи. Очень приятно с вами общаться, поэтому всенепременно заходите еще. Спасибо большое, обязательно. Дорогие друзья, это был «Двойной удар» на Спорт.ФМ. Как всегда, для вас работали Роман Мазуров и Игорь Рязанцев. До встречи в эфире, друзья. Пока-пока. Автоминимум на Спорт.ФМ Привет, я Максим Трусов, и я совсем не удивляюсь росту продаж подержанных автомобилей. Цены на новые машины сегодня просто запредельные. Да и выбор на российском рынке становится все меньше. Соотечественники по-прежнему хотят покупать и «Опель», и «Шевроле», и «Хонды». Кто-то даже и «Сиатами» интересуется. Я сейчас ни на что не намекаю, просто «Сиату», даже в отличие от вышеперечисленных брендов, всегда в России жилось тяжело. По официальным данным автостата, за 8 месяцев этого года было продано чуть более 3 миллионов 374 тысяч подержанных машин. Это больше на 8,5%, чем в прошлом году. С января по август больше всего подержанных автомобилей было продано в Москве и области, конечно. Замыкает первую тройку Краснодарский край. В этом регионе рост составил почти 7%. Обратите внимание, не Санкт-Петербург и недалекие наши холодные регионы, а именно юг. Кстати, что касается севера, то там традиционно проживают довольно обеспеченные граждане. Чаще мы говорим про успехи там с точки зрения продаж новых машин. Что касается северной столицы, то Питер, конечно же, в топе. Рост почти 14%. Предполагаю, что статистика эта будет только расти. То, что цены на новые автомобили станут ниже, надежды нет никакой, чудом будет приостановка роста. Но и это лишь наши надежды и мечты. Однако, если не случится никаких экономических проблем к концу года, как это периодически бывает, то вполне можно рассчитывать и на рост продаж в сегменте новых машин. Многочисленные праздники, желание сделать дорогой подарок себе и любимым. К тому же, наверняка, дилеры захотят привлечь клиентов выгодными скидками, которые, кстати, периодически появляются и сейчас. Например, мой приятель уже выставил на продажу свой свеженький Кадиллак. С расчетом на то, что он сможет избавиться от него к концу года. И в начале следующего купит новый автомобиль, но года 16-го. А это значит хорошая скидка. Подробности по субботам в программе «Автомобилизация» в 11 утра. Всего вам доброго. Автоминимум на Спорт.ФМ Спорт – это единственное зрелище, в котором, несмотря на количество повторов, конец остается неизвестным. Нил Саймон Сегодня 3 апреля. В этот день, 2015 года, состоялся пятый матч финальной серии западной конференции КХЛ-ЦС.